В Якутске развивается парусный спорт. В эти дни на реке Лена, благодаря клубу имени Тимира Пенегина, дети смогли обучиться навыкам парусного спорта. Подробнее об этом узнаем из сюжета Натальи Колесовой. Давайте посмотрим. Ветер, река и белые паруса. На Ленин снова возрождается яхтенный спорт, что не может не радовать. Развитие культуры парусного спорта в Якутии – большая мечта Михаила Ермолаева, директора парусного клуба имени Тимира Пенегина. Мы ее сами сделали. Нам немного денег дали. Мы понаделаем этих яхт. И ребятички с удовольствием катаются, познают это. Потому что давно еще была моя мечта, еще с детства, про парусники. Поэтому, когда призывали служить, я попросился на флот, служил на флоте военно-морском, Тихианском. И вот так вот мечту всю жизнь нес. И сейчас вот уже годам таким пенсионным уже притворяю свою мечту. Нужно обязательно свою мечту притворять жизнь. Воспитанник лагеря Кузнечик Максим Книгин управляет такого рода парусной яхтой впервые. По его словам, этот вид спорта очень увлекательный. Я первый раз плыву на яхте, первый раз сам управляю. Сначала было, конечно, немного трудно и непонятно, как управлять. Но потом я, когда мне инструктор рассказал, я понял. И когда я был примерно в середине, у меня спал руль. И инструкторы просто приплыли ко мне и помогли. Потом я все нормально поплавал, ну и приплыл обратно. И обратно. А что, кажется, нужно для того, чтобы управлять парусом? Ну, собственно говоря, ничего не нужно, потому что я первый раз вообще за парусом. И я, получается, за минут пять точно обучился. И теперь я умею управлять. В 80-е годы в Якутии было целых четыре яхт-клуба. И соревнования проводились чаще. А парусный клуб имени Пеникина работает с 2012 года, где обучаются пока только одни школьники. Как отмечают посетители клуба, могучая река Лена с белыми парусами смотрится еще красивее. Во-первых, это очень красиво. Когда синее небо, синяя вода, белые паруса, ярко-оранжевые жилеты. Мне кажется, это просто лечит даже детей, помогает им как-то оказаться на природе, чем-то таким почувствовать такое мужское дело в руках. Во-вторых, это просто здорово, когда на улице жена 30 градусов, оказаться, поплавать и поуправлять парусом, почти живым существом. 29 июля в России отметят День военного морского флота. В этот день в Якутске пройдет праздничное шествие. По этому случаю служивших в рядах военно-морского флота приглашают принять активное участие. Наталья Колесова, Семен Афанасьев. Новый день.